Понедельник. Утро. Остановка. Толпа злых и раздраженных людей. Им пришлось вылезти из своих теплых постелей и идти на работу или на учебу. Подъезжает 672. У передней двери выстраивается очередь. Тот, кто придумал остановить в московских автобусах турникеты, наверное, никогда не ездил на них в частник. Очередь продвигается медленно. У кого-то не срабатывает проездной. Еще у кого-то закончились поездки. Они, расталкивая остальных, ссуют водителю деньги, покупают проездные. Я вхожу одним из последних. Автобус набит. Дальше двигаться некогда. Приходится стоять у самого турникета. Автобус катится мимо серых однотипных жилых районов. Изредка расцвеченных алиповатыми родноцветными билбордами. В ушах наушники плывут. Я закрываю глаза. Отъехав от остановки, автобус замедляется. Пробка. И спереди, и сзади море машин. Это как минимум на 15 минут. Ну вот, обязательно опоздаю. Конечная остановка. Метро. Выскакивая из автобуса, я случайно толкаю толстую тетку. Она вопит. Осторожней надо. Осторожней. Совсем никакой культуры не осталось у людей. Толпа несет меня к стеклянным дверям метро. Заносит вестибюль. Я подношу карточку к турникету. Загораются зеленые цифры. 0-2. Две поездки. Сегодня с работы и завтра на работу. А завтра вечером надо будет стоять в очередь в кассе за новым проездным. Я бегу вниз по эскалатору. Упираюсь в спины двух парней в черных куртках и вязанных шапках. Впереди них стоят, загородив эскалатор своими баулами, три женщины неславянской внешности. И откуда их столько берется, говорит один из парней. Не, Москва реально резиновая. Скоро из-за всех этих гастарбайтеров вообще жизни не будет. Я втискиваюсь в вагон. Стукнув, закрываются двери. Следующая станция Тимирязевская. Вокруг недовольное серое лицо. Дед с опухшей рожей. Лысый дядька с толстой книгой, обернутой в газету. Растрепанная тетка с большой сумкой. На боковом сидении спит бомж. Рядом с ним его имущество в рваных пакетах. Воняет. Пассажиры, поглядывая на бомжа, морщат носы. Поезд подъезжает к станции. Замедляется. Раздвигаются двери. Я и еще несколько человек перебегаем в соседний вагон. Поезд трогается и сразу резко тормозит. Наверное, бомбу нашли, шепчет какой-то дядька. Да типун вам на язык, вскрикивает тетка. Сколько уже можно бомбу? Я закрываю глаза. Проходит минут пять. Поезд трогается. Переход на кольцевую линию. Толпа по черепашьей медленно залазит на эскалатор. Я наступаю на пятку мужику с газеты МК. Он поворачивается, смотрит на меня. Я отвожу глаза. Подъем по эскалатору. Бежать неохота, все равно опоздал. Я тупо гляжу на проплывающую мимо рекламу. Улыбающаяся девушка на плакате спрашивает. Хочешь? Я не успеваю увидеть, что она предлагает. На улице дождь. Кассиршая за обменника меняет цифры курса доллара. Дед в мокром пальто протягивает мне желтоватый рекламный флайер. Я комкаю его и сою в карман. На мокром тротуаре валяются несколько таких же флайеров. К подъезду здания не пробраться. Все заставлено припаркованными, как попало, машинами. В основном недорожниками. Тем, кто на них приехал, плевать на пешеходов. В Москве всем вообще водителям плевать на пешеходов. Надо покупать машину. Наконец-то ползаю до офиса. Мокрый, злой и замерзший. Снимаю куртку, бросаю на пустой еще стол. Включаю компьютер. В почте один только спал. Английский язык за две недели. Заправка картриджей. Как заработать деньги в интернете. Никто не ответил на мои предложения. Вот, козлы. Вид у коллег подавленный. Я спрашиваю у Карины, ресепшенистки. Что со всеми такое? Набухались на выходных и сейчас отходняк. Да нет, это все ни при чем. Шеф чудит. Кузя уволил с утра. Говорит, не отрабатываешь своих денег. Кузя ему, какие деньги? У меня зарплата символическая. Основное процент от продаж. А шефу хоть бы что. Значит, процент свой не отрабатываешь. Мы другого на 2% возьмем. Или даже на меньший. Кузя вышел. Захлопнул дверь. Собрал вещи. Про меня что-нибудь спрашивал, шеф? Да. Сказал, чтоб зашел к нему, как придешь. Я забыл сразу сказать. Но ты не бойся, он уже выпустил пару. Постучавшись, захожу в кабинет. Шеф сидит за огромным, а с заваленным бумагами столом. Кроме бумаг, достали только пепельницы, набитые окурками, клавиатура и монитор. За спиной у шефа полки с книгами, как у профессора. Он вроде когда-то и был доцентом или профессором. Привет, заходи, садись. Новый, знаешь, я выгнул Кузю. Достал он меня. Никакого от него толку нет. Но ты не бойся, к тебе претензий поменьше. Но есть. У тебя потенциал. А ты тратишь его в пустую. Время используешь нерационально. Перекуры всякие. Если вышел, то сразу на 15 минут. Ты что, одну сигарету куришь 15 минут? Или выкурил, а потом стоишь, треплюшься? Так и целый день можно простоять. То один подойдет покурить, то другой. С одним поболтаешь с другим. Вот ведут запрет на курение во всем здании? Тогда посмотрите. Посмотрите. А что хотят вести? Хотят, но не ведут, не боясь. Короче, иди, работай. Я хочу, чтобы ты свой потенциал показал, а не грушу здесь околачил. Что там с АТМК? Ничего пока. Отправил вчера предложение, жду ответа. Ну, давай, и жди с моря погоды. Нет, чтобы взяда самому позвонить. Ты так неделю будешь сидеть и ждать, пока тебе духа в ответ пришлет. Ладно, все, иди. Время дорого. Наконец, посыпались ответы по e-mail, но ни одного хорошего. Для принятия окончательного решения нам требуется следующая информация. Спасибо за проявленный к нам интерес. Мы внимательно рассмотрели ваше предложение. К нашему большому сожалению мы вынуждены. Об дома ваше предложение мы пришли к выводу. К сожалению, ответ будет отрицательным. Все вежливые стали, просто вообще. Могли бы не ответить. И все, так неже лепят от маски. Я выхожу покурить на лестнице. У окна камер засыпан пеплом. Почти у батареи валяются два окурка. Стас, дизайнер из рекламного, курит и задумчиво смотрит в окно. Его стильный зеленоватый пижак помят. И сам он выглядит плохо. Привет, говорит Стаса, сует мне руку. Она холодная и вялая, как дохлая рыбина. Ну, как выходные, я спрашиваю ее. Супер. Гудел с пятницы вечера. Сначала пошли с Левой и Пашей в баню. Там по пять пива, конечно. Потом заехали в ночник. Взяли еще два ящика и к Пашу домой. Его жена в больнице рожать собралась. Так что хата свободна. Часов в двенадцать решили ехать в точку. Почему в точку, не знаю. В беспонтовый клуб. Но поехали. Там концерт уже кончился. Что было, даже не посмотрела. Какая нам разница. Зацепили каких-то подруг. Вот я в одной и завис на целые выходные. И еле поднялся на работу. И, как назло, Ленинградка была перекрыта. Может, час в пробке стоял. Прихожу, говоря, шеф Кузю уволил. И ко мне вроде как подбирается. Но я ждать не буду. Сам скоро уйду. Ищу себе новое место. Кризис закончился. Скоро опять все будет в норме. Я тушу себе сигарету от подоконника. Бросаю окурок в уровень. Не попадаю. Наклоняюсь. Подбираю его с пола. И кладу поверх бумажек. Апельсиновых корок и облочных огрызков. Стас уставился в свой мобильник. Улыбается во весь рот. Видно, кто-то прислал ему что-то веселое. Возвращаюсь в офис. Вроде как пора обедаться. Хорошо бы куда-нибудь свалить на бизнес-ланч. И задержаться подольше. Только чтобы шеф не видел. Он сам обедает часа по два-три. Но сегодня погода плохая. И дело выше крыши. Спускаюсь в буфет. Покупаю две пачки чипсового лапшу быстрого приготовления. И назад. За работу. Жую чипсы. Просматриваю имейлы. Нажимаю на клавиши жирными пальцами. Набираю номер АКТМ. Здравствуйте, Николай Сергеевич. А можно к телефону? Нет, он сейчас занят. Перезвоните, пожалуйста, через два часа. Ну, урод. Набираю стандарт инвест. Гудки. Наверное, обедаю. Да нет, не должны. Уже третий час. Выхожу на перекур. У окна две молодые девчонки из другой фирмы. Я видел их несколько раз, но не общался. Слушаю их разговор. Неплохая была дискотека, короче. Экстази ели? Нет, не было ни у кого. Все предлагали. И траву, и героина, и ЛСД. А экстази не было ни у кого. Потом познакомилась с одним. И мной поехала к нему. И как он? Обыкновенно. Нормально, можно сказать. Будешь еще с ним встречаться? Не знаю. Может быть. Эмейл от Карины. Через пять минут всем будет переговорный. Шеф будет проводить совещание. Только этого еще не хватало. Как минимум полчаса промывки мозгов. Трейдинтер хочет нас раздавить. И вы это прекрасно понимаете. Занимаетесь ерундой. Вам что, наплевать на свою фирму и на ее будущее? Работать на московском рынке с каждым годом все трудней. Вы что, не понимаете? Все сюда рваются. Ничего перекуры по три часа устраивать. Эмейлы свои личные писать. Часами по телефону болтать. Давайте соберемся и... Я смотрю в окно. Идет дождь. Старуха в плаще торгует лимонами, укрывшись зонтом. Разбрызгивая лужи, проезжают машины. Торопятся куда-то злые, мокрые, прохожие. Ну, надеюсь, вы поняли, что я вам хотел сказать. Все. Теперь работать. Скорее бы конец рабочего дня. Скорее бы свалить из этого офиса. Все достало. Это называется жизнь. Целыми днями заниматься какой-то бессмысленной ерундой только ради того, чтобы оплатить однушку на Коровинском шоссе и купить себе пожрать. Опять звоню на КТН. Секретарша вежливо говорит, что у Духова важная встреча. Сижу, ничего не делаю, смотрю в окно. Заходят парамонов. Его не было целый день. Я говорю. Привет, где ты был? В разъездах. Встречи с клиентами. Что еще? Результат какой-нибудь есть? Да какой там результат, голяк? А у тебя? То же самое. Задрало все. И настроение никуда. Ну, меня давно все задрало. А что до настроения, то оно не только у тебя. У всех сегодня такое. Дождь. Осень. Лето кончилось. Холодно в офисе. Да еще и ситуация мрачная из-за того, что шеф козлится. Все причины для тоски короче. А выгорят продажи с хорошим процентом. Так ты по-другому заговоришь. Разве нет? Может быть. Без 5-7. Наконец-то можно уйти. Выключаю компьютер. Ты идешь? Спрашиваю у Парамонова. Посижу еще. На имейлы надо ответить. Ну, давай. Давай. Дождь продолжается. Светятся фонари. Красная задняя фара машин в плотном потоке и витрина пиццерии. Растяжка над Садовым предлагает отдых у моря. Если бы. До отпуска еще далеко. У входа в метро стоит с протянутой рукой таджикская цыганка. У ее ног возится закутанный в лохмотье ребенок. Я выгребаю из кармана мелочи, даю ей. Толкаю в массивную деревянную дверь. Захожу в метро.